Ребята, всем привет! Продолжается тюнинг и заборка фонарика адской мощности, адской световой силы. Конкретно сейчас занят тем, что буду фиксировать линзу. Решил заклеить ее на эпоксид. Уже размешал ее в баночки. И сейчас буду заливать шприцом изнутри. Почему изнутри, спросите вы? Просто так получилось, что здесь удобнее обклеивать. Чтобы здесь красиво получилось, получается нужно изнутри заливать. Потому что если внутрь протечет, там будет очень трудно устранить эти проблемы. Протечки некрасивые. Поэтому залью внутрь с помощью такого вот шприца. Линза вклеена, получилось очень аккуратно. Теперь задача вклеить вот это. Это алюминиевая часть, с помощью которой можно будет сращивать фонарик. И вот это приспособление. Значит здесь технология такая. По уровню точно выставил перпендикулярности. Так. И теперь буду заливать внутрь эпоксид, чтобы она протекла вот в эту щель. Вот видите, щель между алюминиевой частью и частью из композита. Сначала залью, потом переверну. Ну либо можно сразу в перевернутом состоянии заливать. Эпоксид у меня уже есть. В принципе давайте совершать это действие. Держу немножко под наклоном. Все, понеслась заливка. Залью. 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 Это фонарик базука какой-то. Нормальная штука получилась. По весу и по размеру. По яркости думаю тоже. Давайте измерим, ребята, сколько получилось люксов. Свежезаряженные аккумуляторы, первый пошел. Второй последовательно, напряжение 36 вольт. Мощность фонарика. 100 ватт. Второй пошел. В мастерской сейчас 800 люксов. Сейчас посмотрим, что будет, если включить. Так. Если включить, то получается 193 тысячи люксов. Получается в 200 раз больше, чем сейчас в мастерской. Теперь, ребята, точно можно будет под одеялом нормально читать книжки. Не то что раньше. Ну и еще одно измерение и пойдем уже на улицу. Сравним как было, то есть в таком исполнении. Опять же непременно измерим телефоном. Возле стены получается около 4000 люксов. Накручиваем. Закручиваем. Я думаю теперь будет немножко больше. Прыгает до 15 тысяч, то есть с 4 до 15 тысяч усилилась. По-моему это круто. Идем дальше. Если затянуть космическим одеялом, то можно увидеть, как оно там внутри работает. Такое ощущение, что один ряд светодиодов не работает. Как вы заметили, сколь-либо значительной тяги фонарь тоже не выдает. Скорость света настолько велика, что чтобы получить какую-либо тягу от нее, от пучка света, нужно приложить просто нереально много мощности. Еще раз удостовериваемся. Тяги нет. Можно вот так вот просто выйти из гаража и затестить. Ну как вам такое? Снег идет, помешает далеко посветить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Ребята, погода начала потихоньку налаживаться. Прозрачность еще не на высшем уровне, но по крайней мере не идет снег. Уже как-то неплохо выдвинулся на испытание. Надо попробовать посветить. Пройдемся по некоторым местам, которые я уже светил на канале неоднократно. Сейчас глубокая ночь, все спят. Так как зима, никто не шарится по улице, можно спокойно засветиться. Когда-то мы уже пробовали светить на этот дом этим же самым фонариком, только без насадки. В прошлый раз мало было вообще заметно, чтобы что-то изменялось при освещении. Потому что здесь довольно-таки освещенная местность. Давайте попробуем сейчас, будет ли заметно. И кстати, да, я ссылочку оставлю в описании на тот видос, где первый раз я засветил свой фонарик. Можете посмотреть, полюбопытствовать. Итак, ребята, пробуем, что будет сейчас. Ну, сейчас явно виден прогресс. Светит, жестко светит, ребята. Вообще суперский чик. Крутик. Дневной обзор этого самолета я уже делал, ну а теперь можно сделать и ночной. Эти прожектора, наверное, лучше светят. У меня когда-то было такое, но фара была треснутая. И она быстро помутнела, в общем, так она и не сгорела, но помутнела очень быстро. Ну вот, ребята, как вы можете заметить, можно производить кино съемочные работы с помощью этого фонарика. И причем весьма успешно. Знакомое место, здесь мы испытывали наш 10 киловаттник. Ну а теперь посмотрим на 100 ваттник. Чик. Наталья. templу. Мне вместе. Хлеб. Люблю. Люблю. Уult пропуск. ЭрбIDS. Мин вскоени. Ли. Добивает очень далеко. Конечно, интенсивность освещения не такая и близко даже нет. Естественно, там в сто раз мощнее. Вот такие дела, ребята. Опять испортилась погода. Дальнейшие проверки затруднительны либо невозможны. Мой вывод такой, что фонарик с этой фокусировкой весьма неплохо работает. Но хотелось бы его и дальше еще немножечко подусовершенствовать. Возможно заменю матрицу, потому что на этой уже несколько полос сгорело. То есть она работает не на все сто процентов. Хотя я уже даже провел тест, я забыл фонарик включенный. И он полтора либо два часа, пока практически полностью не высадились аккумуляторы, он работал. Больше сегментов светодиодной матрицы не выгорело. Но, тем не менее, там уже не хватает где-то третьей части. А так как у меня есть более интересные светодиодной матрицы, Хотя они на 60 ватт, но они более качественные. Возможно я их поставлю на фонарь с этой же фокусировкой. Возможно удастся еще лучше сделать фокусировку, потому что там сам кристалл, сама матрица, она меньше размерами. И удастся лучше сфокусировать. Ну а на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok